Уважаемые коллеги, продолжаем заседание нашего диссертационного совета. Хугулова Лейла Николаевна, 93-го года рождения, окончила Северо-Осетинскую... На заседании всего из 25 членов совета, утвержденного приказом председателя ВАГ, присутствуют 18 членов совета. Количественный кворум обеспечен. По специальности кардиологии присутствуют 5 членов совета. Качественный кворум обеспечен. Совет правомочен начать работу. Заседание объявляется открытым. На повестке дня со счетой диссертации Хугуловой Лейлы Николаевны на тему «Оценка особенностей течения, факторов риска и отдаленных результатов различных методов хирургического лечения фибрилляции предсердий у женщин». Представлено на соискании ученой степени кандидата медицинских наук по специальности кардиология. Хугулова Лейла Николаевна, 93-го года рождения, окончила Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию по специальности лечебное дело. Далее клиническую ординатуру по специальности кардиологии и клиническую аспирантуру. Следом, тоже по специальности кардиологии в нашем центре. В настоящее время работа и должности врача-кардиолога в отделении хирургического лечения интерактивной патологии. Там и выполнена работа. Опроверена 8 июня 2022 года. Под председательством профессора Ключникова официальными рецидентами выступили профессор Асамбекова и кандидат медицинских наук Канаметов. Семь научных работ, из них три статьи в изданиях ВАГ. Экзамены все сданы на отлично. Характеризуется как квалифицированный специалист, который отличает интерес к новым направлениям и исследованиям науки, а также стремление к профессиональному научному росту. Представленные документы полностью соответствуют положению ВАГ. Спасибо. Лейла Николаевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемая Елена Зеликовна, члены диссертационного совета, коллеги. Хочу вашему вниманию предоставить диссертацию на тему оценки особенностей течения факторов риска, отдаленные результаты различных методов хирургического лечения фибрилляции предсердий у женщин. На данном слайде представлена распространенность ФП на 100 тысяч населения. Здесь показано, что наиболее часто фибрилляция предсердий встречается в Северной Америке. В России в среднем 600-699 человек на 100 тысяч населения. В мире со старением населения и увеличением выживаемости растет заболеваемость и распространенность фибрилляции предсердий, что оправдывает термин глобальная эпидемия. Распространение фибрилляции предсердий увеличилось в три раза за последние 50 лет. В 2020 году в России выполнено 14 511 операций по поводу фибрилляции предсердий. Из них 75% РЧА, 16,5 баллонной криоблация, 1,1 криодеструкция, операция лабиринт в 4,4% случаев. В последние 20 лет в мировой литературе активно изучается вопрос гендерных различий, в особенностях течения, факторах риска, отдаленных результатов различных методов хирургического лечения фибрилляции предсердий. Женский пол является немодифицируемым фактором риска фибрилляции предсердий и ее осложнений. Повышенный индекс массы тела, гипертония, сахарный диабет, сердечная недостаточность являются основными факторами риска возникновения фибрилляции предсердий, но их распространенность весьма варьирует между мужчинами и женщинами. Несмотря на то, что фибрилляция предсердий чаще встречается у мужчин, женщины чаще испытывают симптомы данной аритмии, при этом реже и позже обращаются за медицинской помощью, имеют значительно более высокий риск инсультов, связанных с фибрилляцией предсердий. У них отмечена более высокая степень инвалидизации и более низкое качество жизни, а также худшие результаты интервенционных и хирургических методов лечения. Целью исследования являлось оценить особенности течения, факторы риска, отдаленные результаты различных методов хирургического лечения фибрилляции предсердий у женщин. Задачами исследования были провести анализ непосредственных результатов радиочастотной аблации, сравнить данные результаты в группе мужчин и в группе женщин, провести анализ непосредственных результатов криомодификации операции «Лабиринт», сравнить данные результаты в группе мужчин и группе женщин, Провести анализ отдаленных результатов радиочастотной аблации, сравнить данные результаты в группе мужчин и группе женщин, провести анализ отдаленных результатов криомодификации операции лабиринт, сравнить данные результаты в группе мужчин и группе женщин и оценить особенности течения и предрасполагающие факторы возникновения фибрилляции предсердий. Методами исследования являлись клинический осмотр, электрокардиография, эхокардиография, черезпищеводная кардиография, коронар-ангиография, мультиспиральная компьютерная томография левого предсердия и легочных вен, магнитно-резонансная томография сердца, электрофизиологическое исследование и лабораторные исследования. В исследование вошли 100 пациентов, которые разделены по методу воздействия на две группы. Это группа лабиринт-3Б и группа радиочастотной аблации. В каждой из этих групп по 50 человек и по 25 мужчин и 25 женщин. Хочется отметить, что группы являются между собой независимыми и группа интервенционных методов с группой хирургического метода не сравниваются между собой. Критериями включения послужили мужчины и женщины в возрасте 50-75 лет, резистентная к терапии фибрилляции предсердий, пациенты, направленные на хирургическое лечение фибрилляции предсердий и коррекцию метрального клапана. А критериями исключения были пациенты с фракцией выброса менее 50%, пациенты с фибрилляцией предсердий, ассоциированные с иной кардиальной патологией, требующей хирургической коррекции, шимическая болезнь сердца, пороки ортального клапана, пороки метрального клапана, требующие протезирования, врожденные пороки сердца. Также нерегулярная антикоагулянтная терапия и тяжелая сопутствующая патология. Исходные данные пациентов в среднем возраст у мужчин 58,4, у женщин 61 год, эти показатели не являлись статистически значимыми различиями, не имели. Индекс массы тела был выше, статистически значимо был выше у женщин 29, в среднем против 27 у мужчин. Площадь поверхности тела также не отличалась, анамнез фибрилляции предсердий до радиочастотной аблации значимо также не имел различий, а вот в группе пациентов, направленных на лабиринт, у женщин был выше 96 месяцев против 48 у мужчин, и это являлось статистически значимым. Из сопутствующей патологии, сопутствующая гипертония была у 78% женщин и 48% мужчин, этот показатель также являлся статистически значимым. Сопутствующие сахарные диабеты, дисфункция щитовидной железы значимо не отличались. Курили чаще мужчины, так же как и употребляли алкоголь. Уровень электролитов, крови, натрия и калия значимо не различался. По данным трансторакального ультразвукового исследования сердца, у нас оказались различными такие параметры, как конечный диастолический объем, конечный систолический объем, а также фиброзные кольца метрального трикоспидального клапана в обеих группах, что объяснялось большими размерами сердца у мужчин анатомически. Остальные все показатели, такие как фракция выброса левого желудочка, размеры левого предсердия, как парастернально, так и вертикально, горизонтально, они не отличались. И расчетное давление в правом желудочке тоже не различалось между мужчинами и женщинами. Пациентам, направленным на РЧА, выполнялась компьютерная томография устьев легочных вен и левого предсердия. Объем левого предсердия по данным этого исследования статистически значимо не различался. Пациенты, которые направлялись на криомодификацию операции лабиринт, большинство пациентов выполнялось МРТ сердца с контрастным усилением. Здесь мы выявили интересную закономерность, что у мужчин процент фиброза в левом предсердии был меньше, чем у женщин. 10,3% в среднем против 16,5%, что являлось статистически значимым. Наличие синдрома слабости синусового узла по данным ЭФИ у пациентов в группе РЧА было на одном уровне, в одном случае у мужчин, в одном случае у женщин. Наличие синдрома слабости синусового узла по данным ЭФИ у пациентов в группе лабиринт превалировало у женщин. 24% у женщин против 4% у мужчин, что также являлось статистически значимым. Медикаментозная терапия до операции не отличалась. Непосредственные результаты радиочастотной аблации показали, что синусовый ритм при выписке имели 96% мужчин и 88% женщин. Этот показатель не имел статистически значимых различий. Основные показатели эхо также значимо не различались. Средний койко-день стационарий после проведенного вмешательства 2,8% мужчин против 2,6% женщин также значимо не различался. Никому из пациентов не потребовался постоянный водитель ритма. Летальности также в представленных группах не было госпитальной. И осложнение было одно у группы женщин в виде тампонады, которая потребовала пункции полости перикарда. Отдаленные результаты радиочастотной аблации. Через 6 месяцев фибрилляция предсердий у мужчин, по данным ЭКГ и холтеровского мониторирования ЭКГ, у 36% мужчин и 44% женщин. Через 12 месяцев у 28% мужчин и 36% женщин. Однако эти показатели, как мы видим, не являлись статистически значимыми. Трепетание симптомной предсердий у 8% мужчин и 16% женщин. Через 6 месяцев, через 12 месяцев у одной женщины, у мужчин не встречалось. Основные фракции выброса левого желудочка не различались. Никому за весь период наблюдения из пациентов не потребовался кардиостимулятор. Острое нарушение мозгового кровообращения по одному случаю в каждой группе. Через 6 месяцев в группе у мужчин и через 8 месяцев в группе у женщин. Тоже показатель не имел статистически значимых различий. За весь период наблюдения, который составил 19 плюс-минус 2,6 месяцев, пароксизм и фибрилляция предсердий более 30 секунд зафиксированы у 48% мужчин и 76% женщин. Этот показатель показал статистически значимые различия. Так же, как и потребность кардиоверсии, которая была выше у женщин, повторных госпитализациях, которые также были выше у женщин, Повторные радиочастотные аблации примерно с одинаковой частотой требовались пациентам. И аблации по поводу трепетания предсердий тоже не показали статистически значимых различий. На этом слайде представлена свобода от фибрилляции предсердий после РЧА. Через 6 месяцев у мужчин 64%, у женщин 56%. Через 12 месяцев у мужчин 72%, у женщин 64%. Непосредственные результаты крио-модификации операции лабиринт. Свобода от фибрилляции предсердий на момент выписки из стационара составила 88% у мужчин, 76% у женщин, сюда входили и группы, у кого был синусовый ритм, и те группы, у кого после операции был стойкий узловой ритм, потребовавшие имплантации кардиостимулятора. По данным ультразвукового исследования сердца, статистически значимых различий в группах представлено не было. Средний койко-день варит у мужчин в среднем 1,3%, у женщин в среднем 1,8% также не различался. Так же, как и койко-день после операции 11% в среднем у мужчин, против 13,8% у женщин. Потребность в имплантации кардиостимулятора в 28% случаев у мужчин и 56% случаев у женщин, что являлось статистически значимым. Сердечная недостаточность. Основные осложнения, встречающиеся после операции, это сердечная недостаточность, умеренная, которая компенсировалась медикаментозно. 8% случаев у мужчин и 28% случаев у женщин. Статистически значимо различался этот показатель. Остальные все осложнения, такие как дыхательная недостаточность, неврологические нарушения, пневмотораксы, кровотечение, примерно с одинаковой частотой встречались в исследуемых группах. Однако перикордиты также чаще встречались в группе женщин. 28% против 12%, что показало статистически значимые различия. Госпитальной летальности не было в двух представленных группах. Здесь представлены такие показатели, как длительность искусственного кровообращения во время операции, длительность пережатия аорты, длительность искусственной вентиляции легких. Эти показатели не имели статистически значимых различий. А вот длительность кардиотонической поддержки была выше в группе у женщин. В среднем 5,9 дней против 4,6 у мужчин. Этот показатель являлся значимым. Отдаленные результаты криомодификации операции «Лабиринт». Через 6 месяцев фибрилляция предсердий у мужчин встречалось 32% случаев, у женщин – 52%, что являлось статистически значимым. Через 12 месяцев у 20% мужчин и 40% женщин, что также являлось статистически значимым. Трепетание предсердий в 12% случаев у мужчин и 16% случаев у женщин не имело статистической значимости. Через 12 месяцев в 20% случаев у мужчин и 12% случаев у женщин. Основные показатели эхокардиографии трансторакальной не различались. За весь период наблюдения 19 месяцев пароксизма фибрилляции предсердий более 30 секунд. По данным холтеровского мониторирования ЭКГ и ЭКГ зафиксировано у 44% мужчин и 72% женщин. Также, как и потребность кардиоверсии, повторной госпитализации были выше в группе у женщин, имели статистически значимые различия. Потребность радиочастотной аблации, правоперешейка была примерно на одном уровне. Потребность в электрокардиостимуляторе за весь период наблюдения была выше у женщин 56%, против 28% у мужчин, что имело статистически значимые различия. За период наблюдения выявлено 3 неврологических осложнения острых нарушений мозгового кровообращения в группе женщин. В группе мужчин выявлено не было. Летальность. Один случай летальности в группе женщин через 9 месяцев после операции. Пациентка, к сожалению, погибла от декомпенсации сердечной недостаточности хронической. Свобода от фибрилляции предсердий после криомодификации операции «Лабиринт». Здесь видно, что через 6 месяцев 68% мужчин и 40% женщин обладали этим показателем. Через 12 месяцев 84% мужчин и 56% женщин имели свободу от фибрилляции предсердий. Здесь медикаментозная терапия после хирургического лечения фибрилляции предсердий. Значимых различий не было, поэтому разрешите не зачитывать. Влияние факторов риска на прогноз с целью выявления предикторов рецидива фибрилляции предсердий после хирургического интервенционного метода лечения. Проведены статистические анализы. Однофакторный анализ проводился по методу Вульф с расчетом относительных рисков и шансов рецидива фибрилляции предсердий в послеоперационном периоде. Выявлено, что у пациентов, которые направлены на РЧА, риск раннего рецидива ФП возрастал в 2,65 раз при индексе массы тела более 28. У пациентов после криомодификации операции лабиринта на ранний рецидив повлиял сам женский пол, который в 2,28 раз увеличивал риск развития пароксизмов и гипертоническая болезнь 4,56 раз увеличивала риск развития пароксизмов в фибрилляции предсердий. В отдаленном периоде после радиочастотной аблации сам женский пол в 1,94 раза увеличил риск рецидива фибрилляции предсердий. И индекс массы тела более 28 также увеличил риск рецидива. В отдаленном периоде после лабиринта вновь женский пол в 1,86 раз увеличил риск рецидива. И фиброз левого предсердия по данным МРТ более 10%, в 1,5 раза также увеличивал риск рецидива. Также был проведен бинарный регрессионный логистический анализ с целью оценки предикторов рецидива фибрилляции предсердий. В раннем, послеоперационном периоде после радиочастотной аблации женский пол, гендерная принадлежность к женскому полу являлась предиктором рецидива. У пациентов, направленных на открытое оперативное вмешательство, вновь женский пол, гипертоническая болезнь и длительный стаж фибрилляции предсердий до операции являлись факторами, которые увеличивали риск рецидива. В отдаленном послеоперационном периоде предиктором рецидива фибрилляции предсердий являлся индекс массы тела более 28. И в отдаленном послеоперационном периоде после операции лабиринт предикторами рецидива фибрилляции предсердий выступил женский пол. Еще хочется отметить, что также гипертоническая болезнь в данной ситуации достоверного влияния на срыв ритма не оказала, однако значения П оказались близкими к достоверным, что означает, что при увеличении выборки или периода наблюдения гипертоническую болезнь также можно рассматривать как один из факторов, вероятно влияющих на рецидив фибрилляции предсердий. Выводы и практические рекомендации разрешите не зачитывать, они представлены в авторефератах. Спасибо за внимание. Спасибо большое за очень интересный доклад. Какие будут вопросы? Тогда я вам несколько вопросов задам. У вас числа, смотрите, что получается, что после операции лабиринта 56% женщин нуждаются в имплантации электрокардиостимулятора. И при этом от 52% до 40% имеют рецидив ФП в сроке от 6 до 12 месяцев. Как вы это объясняете, да, всё-таки, ну, понятно, что женский пол – это независимый фактор риска, но очень высокий процент осложнений, да, какие-то есть специфические особенности. И, ну, это, так скажем, такие честные, видимо, результаты, потому что мы привыкли слышать другие цифры, да. И второе – это то, что процент сохранения синусового ритма при РЧА выше, как вы показывали, в том числе у женщин, чем при лабиринте. Значит ли это, что, учитывая женский пол и повышение индекса массы тела, эта операция лабиринта не показана, соответственно, у женщин? Как вы это интерпретируете? Спасибо за вопрос, Елена Зеликовна. По поводу первого вопроса о частоте имплантации кардиостимулятора. Да, действительно, у нас получились такие цифры, достаточно высокие. Но вот в начале, в исходных данных я указывала на то, что исходный синдром слабости синусового узла имели большое количество также пациентов. То есть уже исходно на операцию пациента шли синдромы слабости синусового узла. Таким образом, порядка 24% из этих 56% они исходно уже шли на операцию с синдромом слабости синусового узла. По поводу второго вопроса. Процент сохранения синусового ритма при РЧА выше, чем при лабиринте. Здесь в нашем исследовании, задачами нашего исследования не являлось сравнивать два метода, радиочастотную аблацию и лабиринт. Однако хочется сказать, что для каждого метода выбранного оперативного вмешательства имеются свои показания и противопоказания. Таким образом, пациенты, которые имели патологию метрального клапана, в том числе метральную недостаточность выраженных степеней, они и пациенты, которые имели длительные персистирующие формы фибрилляции претердий, направлялись на открытое оперативное вмешательство, поскольку в этом случае радиочастотная аблация не была бы эффективна или не обладала бы высокой степенью эффективности. То есть пациентам, которым требовалась коррекция метральной недостаточности в условиях ИК, направлялись на это исследование. Хочется еще также отметить, что через 12 месяцев идет возрастание, удержание синусового ритма после операции, что также оказывает положительное влияние в послеоперационном периоде. Спасибо за ответ, я вполне удовлетворена. Вопрос у меня вот еще какой. Вы сравниваете две группы, которые исходно, получается, несопоставимы, да? Почему вы замечательную статистику уже приводите в конце, но группы-то несопоставимы? Почему вы не сделали такое propensity score matching, сопоставление их таким образом, чтобы их можно было сопоставлять? Спасибо за вопрос. У меня, получается, внутри группы радиочастотной аблации и внутри группы лабиринта пациенты сопоставимы по основным всем показателям. То, что различалось, такие факторы, которые исходно различались, такие факторы, как гипертоническая болезнь, индекс массы тела, то, что различалось исходно, мы как раз эти факторы потом с помощью статистического анализа оценивали влияние этих факторов на рецидив фибрилляции предсердий, то есть то, что у нас не было сопоставимым. Какие будут еще вопросы? Да, пожалуйста. Очень большая работа проведена. Вопрос у меня у вас такой. В начале и вашего автоэфферата, диссертации, все же четко обниму, зачем вы эту диссертацию делали. Я, с вашего мнения, ее зачитаю. На данный момент много известных экономических и логических особенностей, вбежащих в основе гидронных различий, в том числе и влиянии повышенной массы тела, головой гормонов, протоматическое состояние, мозговой кровоток, генетическая предназначенность, анатомические особенности сердечной системы, а также социокультурные причины, а именно задержка медицинской помощи, низкая поверенность, антифагулянтная и геменной медикаментозной терапии. Ни о чем этом. Я с этим действительно же очень интересно, почему у женщин все течет по-другому, нереально, чем у мужчин. И я очень переживаю за современное состояние медицины, когда многие мужчины становятся женщинами и наоборот. У них как так, так же будут такие же. Вот ни одному из этих критерий вы не придали ни одного значения. Но при этом, при всем, в материалах и методах, это уже второй вопрос, почему не придали значения, и второй вопрос, в материалах и методах описано все, что только можно сделать в Агульском институте. Лабораторные исследования, ПЭД, ПКТ, МРД, в учреждении позитронной эмиссионной томографии, но в самой диссертации материалах ни слова о проводившихся исследованиях. То есть они проводились, или они были настолько не информативны, что вы не стали на них останавливаться. И самый главный вопрос, который меня действительно интересует, потому что я подбираюсь или что-то. Все-таки, в чем же состоят у вас последние статья Крупулова, Бакея и Кремчук, выпущенная в бюллетене сердечно-сосудистой хирургии? Называется «Гендерные различия в ассердивности хирургического лечения и комбинации пекцетов». Скажите в двух словах, в чем же эти «Гендерные различия». Спасибо большое за вопрос. По поводу первого вопроса, это анатомические особенности у женского пола в настоящее время, в мировой… Нет, не так вопрос. Вот вначале анатомические особенности, гормональный фон, несвоевременное поступление, ожирение. То есть все эти особенности, они есть у мужчин. Вот у вас там масса, почему ни один из этих пунктов не отражен в диссертации? Почему они не придали значение? Вот этим методам, которые известны из данных литератур. По поводу методов компьютерной атомографии… На первый вопрос. Первый вопрос – это в чем-то время. То есть причины гендерного неравенства между мужчинами и женщинами известны. Что приводит к результатам, тоже известно. Почему вы не уделили этому должного значения? Вот этим факторам, которые вы же обозначили в своем обзоре литературы. В данной работе уделено внимание тем факторам, которые мы диагностировали у пациентов и с которыми вели статистическую работу. Есть еще другие факторы, конечно, которые мы не учитывали в работе. Такие как гормональные факторы у женщин. Это гормональный баланс, это баланс эстрогена, прогестерона, которому в мировой литературе уделяется большое значение. Но это будет дальнейшее исследование, продолжение этой работы, потому что действительно еще много чего не изучено, не исследовано по данному вопросу. По поводу второго вопроса инструментальных исследований, которые выполнены пациентам до оперативного вмешательства, я приведена на слайде данные компьютерной томографии, именно объем левого предсердия, которому в мировой литературе уделяется большое значение. Также фиброз по данным МРТ, фиброз левого предсердия по данным МРТ, которому также в настоящее время в мировой литературе уделяется большое значение. Эти факторы я привела и отметила статистическую значимость данных факторов на прогноз. И на последний вопрос, если позволите ответить, основные гендерные особенности в хирургическом лечении фибрилляции предсердий в том, что фибрилляция предсердий у женщин протекает тяжелее и рецидивов действительно больше. Мы с этим сталкиваемся ежедневно в своей работе. Для того, чтобы повлиять на эти рецидивы, нужно корректировать, модифицировать факторы риска исходные, с которыми пациентки приходят к нам на операцию, по возможности то, что возможно модифицировать, а также более тщательный мониторинг основных гемодинамических показателей, электролитного состава крови. Основное в этом то, что женщины протекают тяжелее и хуже переносят оперативное вмешательство. А также они позже обращаются за медицинской помощью, как выяснилось уже с длительными анамнезами фибрилляции предсердий, с запущенными формами. Еще тут были вопросы? Или вы удовлетворены? Почти. Какие будут еще вопросы? Пожалуйста, Ирина Ивановна. Ирина Ивановна. Ирина Ивановна. Ирина Ивановна. Спасибо большое, Ирина Ивановна, за вопрос. Да, в моей работе действительно продемонстрировано, что осложнение в виде сердечной недостаточности, но умеренной, чаще встречалось у женщин после открытой операции. Однако тут имеется в виду осложнение, умеренная сердечная недостаточность, то есть не требующая баллонной контрпульсации, каких-то экстракорпоральных методов лечения. То есть сердечная недостаточность, которая корректировалась медикаментозно. Нам удавалось с этим справляться. С этим связано то, что кардиотоническая поддержка у женского пола была длительнее, чем у мужского. По поводу смерти пациентки, да, был один случай летальности у пациентки через 9 месяцев после оперативного вмешательства. Как сообщили ее родственники, пациентка скончалась от сердечной недостаточности, тяжелой, с отеками, одышкой, с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. По поводу второго вопроса, влиял ли как-то, изучали ли мы связь фиброза и синдрома слабости синусового узла, наше исследование не преследовало такой цели. В будущем, возможно, этот вопрос также изучить. Еще какие-то вопросы есть? Спасибо большое. И представляем слово научному руководителю, академику Леониду Антоновичу Бакили. Глубоко уважаемая Елена Зеликовна, глубоко уважаемые члены ученого совета, глубоко уважаемые коллеги. И я хочу сказать, что сегодня мы имеем дело с человеком, которому все подвластно. Она получила прекрасное образование, она работает в Ахлипе, и я могу сказать, что за этот период, что она училась, работает, она проделала гигантскую работу и стала очень квалифицированным специалистом, кардиологом по многим разделам кардиологии. Что касается самой этой диссертационной работы, то это, вообще-то говоря, тема очень интересная, как мы мало уделяем внимания, не потому что там, скажем, у нас нет других проблем, вообще патология кардиальная, вот Галя на меня внимательно смотрит, я думаю, она согласится, мы все-таки, как правило, ориентируемся вот на мужской, это что называется, часть и исследуем эту тему. Поэтому любая работа, выполненная в современном условии, в гендерном аспекте, мне кажется, она имеет колоссальное значение и послужит толчком для дальнейшего накопления знаний в этом разделе. Вот. И я считаю, что вот вопрос, который мы сегодня обсуждаем, он имеет ключевое значение вообще в сохранении здоровья женщин. И хочу поблагодарить за возможность представить эти материалы здесь, на ученом совете. Спасибо. Спасибо большое, Илья Антонович. Пожалуйста, Илья Шевкатова. В диссертационном совете имеется отзыв нашего центра, как учреждение, в котором выполнена работа, отзыв положительный, без замечаний. Отмечается актуальность, поскольку проблема гендерных различий в определении предиктора возникновения аритмии, ее течения, осложнения, рецидивов после интернационных и кардиохирургических методов лечения представляется очень важной для врача-клинициста. Работа является фрагментом комплексной темы. Оценка отдаленных результатов, изучение качества жизни пациентов после кардиохирургических вмешательств. Тема также утверждена на заседании ученого совета. Отзыв подробно описывает наиболее существенные результаты, полученные автором. Степень научной новизны также оценивается положительно, поскольку впервые автор производит оценку результатов эндоваскулярного лечения фибрилляции предсердий, а также открытого хирургического вмешательства сравнения между полами. Впервые выявлены предикторы рецидива фибрилляции предсердий после хирургического интернационного метода лечения у женщин. Отзыв также отмечает, что автор принимал непосредственно участие в обследовании пациентов, участвовал во всех клинических и инструментальных исследованиях, а также изучении и обработке полученных результатов. Отмечается, что фактически материалы, приведенные в диссертации, полностью соответствуют первичной документации, протоколам исследований, записям истории болезни, операционных журналам и пиломбулатурным картам. И заключаю, что диссертация представляет собой завершенный научно-квалификационный труд, в котором на основании выполненных автором исследований проведенного анализа обоснованного научного положения, совокупность которых может квалифицироваться как новое решение актуальной научной задачи, оценки гендерных различий в течение фибрилляции предсердий после хирургических вмешательств, а также выявление предикторов рецидива данной аритмии. Заключение было принято на заседании всех отделений, которые участвовали в лечении и обследовании больных. Присутствовало 23 человека, все за, выполнено апробация под председательством Ивана Вячеславовича Ключникова. Поступил отзыв ведущей организации от Моники имени Владимирского. Отзыв был обсужден и одобрен на научной конференции сотрудников отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Моники и подписан руководителем отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Моники Калембергом. Отзыв также не содержит замечаний, положительный. Также положительно оценивают актуальность, поскольку, по мнению отзыва, он, несомненно, является актуальной. Впервые подчеркивают, что в России проанализированы непосредственно отдаленные результаты различных методов хирургического лечения фибрилляции предсердий в сравнении между мужскими и женскими полами, а также установлено влияние различных факторов риска на вероятность возникновения рецидивов аритмий и в послеоперационном периоде. Применение, разработанное автором алгоритма, позволяет определить показания и противопоказания хирургическим или интервенционным мешателям своевременно модифицировать факторы риска, тем самым снизив частоту осложнений. Также впервые проведено сравнение непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения фибрилляции между мужчинами и женщинами с помощью стат-анализа, оказавшие негативное влияние на рецидивы фибрилляции предсердий. Подробно описывается значимость полученных результатов для кардиологии. Данное сведение о полноте публикации, рекомендации по использованию результатов выводов, приведенных в работе, и отзыв заключает, что диссертация является научкой лекционной работы, в которой содержится новое решение актуальной задачи, сравнение результатов различных методов хирургического лечения фибрилляции предсердий и выявление предикторов, оказавшись неблагорядное влияние на течение фибрилляции предсердий, и это имеет существенное значение для кардиологии. Поступили отзывы на автореферат. Они все положительные, все без замечаний. Первый отзыв дала Подубская, доктор медицинских наук, ведущий научных сотрудник из Федерального государственного бюджетного учреждения Национальный медицинский и исследовательский центр терапии и профилактической медицины. Следующий отзыв на автореферат дал Зафи Раки, это доктор медицинских наук, профессор кафедротерапии из Кубанского государственного медицинского университета. И последний отзыв на автореферат получен от Ефремовой, профессора кафедротерапии и профессиональной болезни медицинского факультета имени Бектемирова Института экологии, медицины и физической культуры Ульянского государственного университета. Она доктор меднаук, доцент. Все отзывы положительные, замечания не содержат и рекомендую диссертацию к положительному решению по защите. С удовольствием представляю слово официальному оппоненту, доктору медицинских наук, профессору Гирьеровскому Сергею Руджеревичу. Пожалуйста. Бокуа Жемилина Дельковна, член ученого совета и коллеги. Я, может быть, удивлю вас, но скажу, что на самом деле научное значение этой работы гораздо выше, чем можно себе представить, потому что научность – это не то, что выглядит научным, а то, что на сегодняшний день представляет собой научный интерес и, соответственно, контекст научных интересов. Так вот, сегодня действительно этот вопрос в разных областях кардиологии изучается. Почему же все-таки у женщин все хуже? И начали это кардиохирурги, когда, по-моему, обсуждали менее благоприятные результаты коронарного шунтирования у женщин. Тогда это отчасти объясняли анатомией более мелкими коронарными сосудами. Но сегодня становится все больше и больше понятно, что это не совсем так. Недавно были опубликованы результаты очень большого наблюдательного исследования, в котором пытались ответить на вопрос, а почему, когда мы оцениваем риск инсульта у больных с фибрилляцией предсердий, то женщинам мы прибавляем один балл, как людям, у которых выше риск развития инсульта. Так вот, оказалось, что на самом деле, по данным анализов, в котором учитывались разные факторы, только после 80 лет у женщин действительно риск инсульта становился выше. А все остальное связано с тем, что у женщин более распространены факторы риска, они старше, и они позднее обращаются к врачу, соответственно, реже получают статину, у них выше уровень холестерина, выше уровень давления, и чаще бывает артериальная гипертония. И вот как раз в работе Ленина Николаевна на другой модели подтверждены эти современные научные данные, поэтому, на мой взгляд, это очень важный вклад вот в этот вопрос. И, на мой взгляд, в работе дан полностью ответ на вопрос, потому что при взгляде на просто характеристики пациентов, понятно, что у женщин в обеих группах чаще артериальная гипертония, чаще сахарный диабет, и самое главное, у них гораздо больше, в 2-1,5 раза больше анамнез фибрилляции предсердия. Это ответ на вопрос, почему у них хуже результаты, почему чаще рецидив фибрилляции предсердия, и почему у них чаще сердечные недостаточности. Ну и особую роль, конечно, вот играет вопрос об артериальной гипертонии. По-видимому, артериальная гипертония – это явно недооцененный фактор риска развития фибрилляции предсердия и рецидива фибрилляции. Вот недавно введен такой показатель, который вам хорошо известен, показатель TTR. Но в данном случае речь идет не о варфарине и time in therapeutic range, а речь идет о time in target range для артериального давления. Оказалось, что люди, у которых давление в диапазоне от 110 до 140, имеют гораздо реже пароксизм и фибрилляции предсердий. Поэтому я полностью поддерживаю и считаю, что работа выполнена очень правильно, очень хорошо, и все методологические аспекты здесь соблюдены. Поэтому я считаю, что научная и практическая значимость работы и новизна позволяет сделать вывод о том, что диссертация Хабула Леева Николаевна оценка особенностей течения факторов риска отдаленных результатов различных методов хирургического лечения фибрилляции предсердия и жизнь соответствует требованиям пункта 9 положения присуждения ученых степеней, утвержденного в постановлении правительства российского, а 24 сентября 2013 года, 842, в редакции 26 ноября 2023 года, предъявлен к датским диссертациям, ее автор Хабула Леева Николаевна, достоин присуждения ученой степени, кандидат медицинских наук в специальности 3.1.20 кардиологии. Ну а вообще, конечно, нам надо больше внимания обращать на женщин, потому что хотя они живут и дольше, но если они начинают болеть, помочь мы им можем гораздо меньше. Спасибо. Можно мы тут напишем, бабушек уделяет внимание женщине? Конечно. И главное раньше. Более молодым женщинам. Видите, какой научный вывод, да? Классно. Вот с этим не все согласятся. Сергей Руджерович. Сергей Руджерович, благодарю вас за столь высокую оценку моей диссертации. Большое спасибо. И у нас отсутствует, к сожалению, второй оппонент, доктора медицинских наук Новикова Нина Александровна. Поэтому, Динара Шавкатна, пожалуйста, основные положения отзыва. Отзыв официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора, профессора кафедры кардиологии, функциональной ультразвуковой диагностики 1-го Московского медицинского университета имени Сеченова, Новиковой Нины Александровны. Отзыв в целом положительный. Положительно оценивается актуальность, поскольку оценка особенностей течения, факторов риска и отдаленных результатов различных методов хирургического лечения фибрилляции предсердия у женщин в настоящее время плохо изучена и требует тщательного изучения. Научная новизна также отмечается в отзыве, что впервые в нашей стране проведена сравнительная оценка непосредственных и отдаленных результатов инфитерационных и кардиохирургических методов лечения фибрилляции предсердий у мужчин и женщин, а также выявлены факторы, которые повлияют на риск развития рецидивов аритмии как в раннем, так и в отдаленном послеоперационном периоде. Практические значимости тоже оцениваются в отзыве. В диссертационной работе подробно оцениваются преддикторы возникновения рецидивов фибрилляции предсердия у женщин, что вносит большой вклад в развитие сердечно-сосудистых хирургии и кардиологии в целом. Содержание тут работы изложено на 127 страницах мышонаписанного текста. В первой главе освещена история развития различных методов лечения фибрилляции предсердий, современное состояние. Во второй главе представлен дизайн работы, а также клинические характеристики. В третьей главе описаны исходные характеристики пациентов. В четвертой главе анализируются полученные автором результаты в сравнении с другими, проводится подробное обсуждение данных. Диссертация завершается заключением, шестью выводами. Все вытекает из поставленных задач. Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению диссертации нет, однако же автор отзыв хочет уточнить некоторые вопросы. Играл ли роль более длительный анамнез фибрилляции предсердий у женщин в эффективности операции лабиринт? Дальше. Какие анатомические и физиологические особенности могли повышать риск тромбоэмболических осложнений у женщин после операции лабиринт? И исследовалось ли у пациентов показатели диастолической дисфункции миокарда и их влияние на прогноз? И заключаю, что диссертация является законченной научно-квалифицированной работой, квалификационной работой, содержит новое решение актуальной научной задачи, оценки особенностей течения, факторов риска и отдаленных результатов различных методов хирургического лечения фибрилляции предсердий у женщин и имеет важное значение для кардиологии. Спасибо. Так, вопрос был задан, так что еще раз вам слово предоставляется для ответа. Касаемо первого вопроса, имела ли значимость более длительный анамнез фибрилляции предсердий? Я продемонстрировала в таблице, что да, действительно он имел. Проведен статистический анализ, который показал, что увеличивал риск рецидива фибрилляции предсердий, длительный анамнез фибрилляции предсердий у пациентов в группе лабиринта. Особенности по поводу второго вопроса, какие особенности могут способствовать тромбообразованию у женщин, увеличенному тромбообразованию по сравнению с мужчинами. Ну, здесь много ответов на эти вопросы, и не все из них сейчас в настоящий момент изучены. В настоящий момент активное внимание уделяется половым гормонам, а также балансу этих гормонов. И отмечено то, что в постминал-проазальном периоде у женщин действительно возникает чаще, пароксизм и фибрилляция предсердий и тромбоэмболические осложнения. Также вот одной из очень важных особенностей является фиброз в левом предсердии, который, как мы также смогли увидеть, повлиял на риск рецидива после хирургического вмешательства. По поводу диастолической дисфункции, это уже третий вопрос. Диастолическая дисфункция у пациентов нами не оценивалась, исследование не имело такой цели, однако хочется сказать, что большинство пациенток, у которых была гипертоническая болезнь сердца, в той или иной степени имели диастолическую сердечную недостаточность, диастолическую дисфункцию, и пациентки, которые имели такую дисфункцию с выраженной гипертрофией миокарда, с небольшим конечнодиастолическим объемом левого желудочка, в исследование не включались, поскольку представляли большой высокий риск послеоперационных осложнений. Таких пациенток мы не оперировали. Спасибо. И, пожалуйста, кто бы хотел выступить? Работа открыта для обсуждения. Пожалуйста, Ирина Ивановна. Уважаемый председатель Елена Зеликовна, уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, хочу поздравить Лелу Николаевну, весь коллектив с такой работой, отметить интересный ракурс работы, проблема рецидива фибрилляции предсердий, рассмотрена с точки зрения гендерных различий, гендерной принадлежности. И вот найдена эта тонкая разница. Вплоть до 21 века женщины не включались в большие рандомизированные исследования, поскольку считалось, что женщина – это проблемный пациент, связано это было с тем, что женская категория населения репродуктивного возраста считалась уязвимой категорией. И поэтому мужчины считались стандартом для клинических исследований. И все проводились исследования карстенных препаратов в основном на мужской категории. Когда политика изменилась, женщины стали участвовать в этих исследованиях, был обнаружен вот этот самый гендерный парадокс, касающийся в основном больных с ишемической болезнью сердца. Мы знаем там эндотелиальная дисфункция и так далее. Но также было обнаружено, что в связи с тем, что они дольше живут, у них появляется и диастолическая дисфункция, и сердечная недостаточность сохранной фракции выброса. И все это обуславливает более частое возникновение нарушений ритма сердца. И диссертантка нам дает новую информацию, что эти пациенты проводят связь с ожирением, с индексом массы тела. Да, это один из самых важных факторов риска, который на 40% увеличивает риск рецидива фибрилляции предсердия. Дальше она говорит о том, что чаще оперируются мужчины, а женщины более как-то взвешенно подходят к проблеме повторной операции. Но чаще у них возникает синдром слабости синусоузла, чаще электроимпульсную терапию, и чаще госпитализация. Чаще у женщин бывают госпитализации. Это все важно в социальном плане и, наверное, в таком аналитическом, когда мы работаем с этой категорией больных. Но я хочу также отметить, что в исследовании проведен анализ магнитно-резонансной томографии, который выполнялся всем пациентам до операции «Лабиринт». И, собственно, получены очень интересные данные по поводу и фиброза, и последующего прогноза у этих пациенток. Это расширение информационного поля, я считаю, и можно дальше использовать это в работе. И еще хочу подчеркнуть, что, конечно, больные, которые идут на операцию «Лабиринт», они исходно тяжелее, они с персистирующей, длительно персистирующей фибрилляцией предсердий, с нейтральной недостаточностью, некоторые, да, но с умеренной. Поэтому можно ожидать и возникновения каких-то вот таких проблем после операции. Ну и хочу поддержать работу. Работа очень интересная, актуальная. Недаром вот Американская ассоциация кардиологов и Ассоциация сердца организовала такую подгруппу «Ред Дресс», которая спонсирует и поддерживает исследование вот этого женского вопроса, женского парадокса. И я думаю, что очень интересно у нас проводить такой анализ, такую оценку. Поздравляю, спасибо большое, хочу поддержать вашу работу. Спасибо, Ирина Ивановна. Пожалуйста, Константин Владимирович. Вообще изучать женщин, мне кажется, это самое интересное в жизни, по крайней мере, у многих мужчин. Я просто о чем сейчас подумал, что меня заставило выйти на тайбуну. Здесь находится, обратите внимание, практически весь состав отделения АХЛИП. А я задавал такие довольно каверзные вопросы, как мне показалось. Я могу себе представить, что если сейчас будет какой-то черный шар, то все они подумают обо мне. Тем более… Справедливо, причем справедливо. Да, справедливо, наверное. Но нет. Нет, Ваила Николаевна я знаю очень хорошо, голосовать я буду только за, и даже покажу сейчас, как я проголосовал. Здесь вот я что хочу вспомнить еще. Она дела несколько моих больных, я был ей крайне доволен. И вообще отделение очень сильно… оно и всегда было замечательным, а сейчас оно еще больше прогрессирует и по количеству, и по качеству выполненных операций. Я ему очень благодарен. Некоторых больных я в этом отделении тоже куирую. Что я хочу сказать, я вот хочу вспомнить. Врачебные семьи, они все по большому счету одинаковые. Особенно, когда эти врачебные семьи были со студенческой скамьи. Вот я вспоминаю такую ситуацию, когда моя жена, мы, будучи студентами-врачами, уже имели ребенок, и ребенок, естественно, сидя на кухне, сидя дома, он постоянно слушает локаторами, что вообще, о чем говорят родители. А родители о чем они могли говорить? Ну, медицина, обсуждение, как обычно. И вот мне жена в очередной раз говорит, что вот видишь вот факторы риска ишемической болезни сердца. И начинает меня зачитывать, мужской пол, гиподинамия, коение, ну, все, как вы все помните. И дальше она мне говорит, что если ты займешься спортом, каким-то активностью, то ты немножко весе скинешь, фактор риска уйдет. Если ты бросишь коить, потому что ты куешь, как право, фактор риска уйдет. Если ты там вот начнешь лепиды, ну, и так далее, все это самое. Ну, я да, да, ну, как обычно соглашают. И тут маленький ребенок, 5 лет, девочка, 5 лет, она смотрит, значит, на это, на все. Она же все внимательно выслушала, все факторы. Она говорит, а если еще и письку отрезать, то и последний фактор уйдет. Вот здесь вот точно такая же ситуация. Мы же, когда говорим, что там дети, то есть эти женщины, мужчины, мне хотелось бы услышать не то, что они ходят, постоянно лечат свои заболевания какими-то непонятными лекарствами, приходят к вам в крайне запущенном состоянии, да еще с индексом массы тела огромным, больше, чем у мужчин. Хотя и мужчин мы таких видим, и мужчин мы нелеченных видим. Но здесь что-то другое. Ведь женское сердце, в отличие от мужского, оно имеет массу отличий. Оно, особенно у пожилых женщин, оно, как правило, диаблое у пожилых женщин. Оно более жирное, оно все-таки какое-то маслянистое передражение. Это все факторы. Они где-то вот косвенно их изучали, биопсии даже делали, но что-то там есть, что-то не то. Гормональный фон. Ну кто говорит, вся жизнь женщины подвержена гормонам, да? И тут вдруг происходит некая ситуация, когда эти гормоны совершенно изменяются на право-право расположенное, и вот здесь пошли нарушения ритма. Вот, мне кажется, надо было что изучать. И вы об этом правильно все писали. Вы писали в начале. Ну, наверное, не было возможности, да, вот, применить этот метод, хотя там поменялись масса других, но, может быть, надо было гормоны посмотреть, и вот с этими гормонами у вас бы точно были бы статистические данные более правильные, более хорошие. А так, диссертации хорошие, выводы значимые, практические рекомендации замечательные. Официальные оппоненты выступили только за, я их поддерживаю, научный руководитель вне всяких похвал. И ваша деятельность, она также. Поэтому я призываю ученый совет голосовать за эту диссертацию, чтобы у нас был новый, прекрасный, красивый кандидат медицинских наук. Спасибо, господин Матимович, вы прямо действительно сорвали аплодисменты. Обратите внимание, четвертый день после возвращения из отпуска и замечательными, видимо, впечатлениями и воспоминаниями, ну и в том числе и по гендерным опросам я чувствую тоже. Это приятно. Я бы сделала вывод, что их надо больше беречь, радовать. Сердце женщины все равно не звучит. Ну, чувствуете, да? Ну, я тоже хотела бы несколько слов сказать. Действительно, знаете, после того, как были выполнены вот исследования, действительно их цитировали по ЭБС, и оказалось, что у женщин все хуже. Их сравнили, вот сделали этот propensity с co-matching, то есть такое математическое преобразование, при которых факторы риска оказались сопоставимыми в двух группах, мужской и женской. И все равно оказалось, что даже если вы идеально это удается сопоставить, все равно женщины имеют хуже результат. И это и называется парадоксом, иначе это можно было бы объяснить гипертонией, ожирением, да, а так вот ничего объяснить нельзя. У вас, видите, какой взгляд на жизнь после отпуска? В сторону молодой части. А как подсказывает, скажем, вот мой опыт, что особенно у гипертоников это такое жесткое, очень жесткое становится миокард, и как ты ее не лечи, все равно это очень тяжелая история с диастолической дисфункцией. Что касается ожирения, это, конечно, такая, значимая история. Интересно, что по фибрилляции предсердий очень трудно доказать действительно эффективность любых интервенционных и хирургических методов. Мы сейчас сделали свой метаанализ, но в самых крупных исследованиях получен неопределенный результат. Почему? Авторам, безусловно, это его заслуга ваша, что вы честно показали результаты в смысле частота рецидивов. Это отдельная история, но все увлечены, конечно, женским полом, но тем не менее это действительно такая история с большим числом рецидивов. Поэтому вот в этом гормональном фоне, особенно даже не с индексом массы тела, да, а с висцеральным ожирением, когда, вы же поймете меня, кстати, талия начинает увеличиваться, поэтому можно мерить не индекс массы тела, а охват талии. Очень доступный параметр, и он имеет значимое влияние на результаты, потому что это действительно, он отражает висцеральное ожирение. И даже сделали такую вакцину, которая блокирует медиаторы вот этим жиром висцерально вырабатываемым, и это влияло, как это ни странно, на частоту развития ФП. Поэтому вот тут, с точки зрения каких-то сфер, связанных с гормональным профилем чисто таким гендерным, я думаю, что это такой тоже путь очень сложный. И, к счастью, это вещь, которая не нуждалась ни в каких морфологических исследованиях, и возможности такой не было. Хотя, если вы делали действительно 100 больным МРТ, это фантастический материал, и там много чего можно посчитать локально, это было бы действительно интересно. Актор назвал этот фактор немодифицируемым, я имею в виду пол. Мы с вами знаем, что сегодня он модифицируем. Конечно, это интересно у тех, кто модифицирует. Как? Это уже специальная тема. Это надо тоже сходить в отпуск, чтобы иметь представление. Я в данном случае тоже хочу свое мнение высказать о том, что работа проведена большая, результаты у нас на кафедре предварительно обсуждались и были сделаны какие-то замечания. И то, что мы видим сегодня, очень действительно интересная обработка того, что было можно обработать. И весьма честные результаты, которые были показаны без каких-то корректив. Это тоже заставляет о чем-то задуматься. Поэтому я думаю, что, конечно, мы эту работу, я по крайней мере, точно поддержу, равно как, я надеюсь, и наши все члены ученого совета. Для этого предлагаем, во-первых, заключительное слово диссертанту. Я бы хотела выразить огромную благодарность дирекции центра за возможность учиться, работать здесь, благодарность диссертационному совету за возможность представить на защиту сегодня свою научную работу, научному руководителю Леонтоновичу Бакере. Большое вам спасибо за вклад в мою диссертационную работу в написании и в подготовке к защите. Большое спасибо моему любимому отделению хирургического лечения интерактивной патологии во главе с Леонтоновичем, Сергеем Маглановичем Данаканяным за вклад в мою работу, за стимуляцию постоянную к написанию этой диссертации. Все мои друзья, мои коллеги, которые мне помогали, каждый из них знает, сколько помощи внес и морально, и физически, и поддержка. Это все для меня ценно, и я очень рада, что работаю в таком месте, а также, конечно, моя семья, родители, мама и мужа, которые сегодня здесь сестра, с моим мужем. Я очень благодарна. Спасибо большое. Вопрос передается на тайное голосование, и я предлагаю такой состав счетной комиссии. Купришов Алексей Анатольевич, Мируненко Владимир Александрович и Аверина Ирина Ивановна. Кто за? Кто-то воздерживается, против? Да, приступает к работе наша комиссия. Спасибо. 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 Алексей Анатольевич. Результаты голосования. Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по диссертации Хубуловой Лейлы Николаевны на искание ученой степени кандидатов медицинских наук по специальности 3.1.20 – кардиология. В состав диссертационного совета утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации о советах по защите докторских кандидатских диссертаций 2 ноября 2012 года номер 714 НК с изменения 12 июля 2023 года номер 1492 НК в количестве 25 человек. Присутствовало в заседании 18 членов совета, в том числе докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 3.1.20 – кардиология, 6 человек. Розванные бюллетени 18, осталось нерозвенных 7. В Урне оказалось 18 бюллетеней. За 18 против и недействительных бюллетеней нет. Спасибо большое. Кто за утверждение протокола в счетной комиссии? Спасибо. И, пожалуйста, проект заключения по диссертации. Диссертационный совет отмечает, что на основании, выполненном соискательном исследовании, разработан алгоритм контроля гемодинамических лабораторно-инструментальных показателей у женщин с фибрилляцией предсердия как до оперативного лечения аритмии, так и после. Полученные результаты исследований позволили изучить особенности течения фибрилляции предсердия у женщин и основные факторы риска, приводящие к неблагоприятным исходам. Значение полученных соискательных результатов для практики подтверждается тем, что основные научные положения и практические рекомендации уже внедрены в клиническую практику и нашли применение в отделении хирургического лечения интерактивной патологии и отделении рентгенно-хирургической и интерполяционной диагностики лечения аритмии. Личный вклад соискательных СССР в сборе и анализе данных, полученных при обследовании наблюдений за пациентами, обработке материала с применением статистических метров исследования, анализе данных литературы, написание основных публикаций. Таким образом, на заседании 16 февраля 2024 года диссертационный совет принял решение присудить Хубуловой Илье Илье Николаевне ученую степень кандидата медицинских наук по специальности кардиология. И нам предстоит голосование по проекту заключения. Кто за? Прошу голосовать. Кто-то воздерживается? Против? Единогласно. И хочу вас поздравить, Лейла Николаевна, что сегодня вы замечательно защитили диссертацию, несмотря на провокации некоторых товарищей, связанных с гендерными принципами. Вы достойно очень держались и достойно защитили свою работу. Я хочу вас поздравить и пожелать дальнейших успехов. Как мы понимаем, сделан хороший из отделов для дальнейших работ. Надеюсь, что все это сбудется. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И у нас диссертационная